Всем привет-привет! И сегодня я расскажу вам, ну, это будет, знаете, как заключительная часть эпопеи, как мой муж шлялся на сайтах знакомств. И часть заключительная, неприятная, прямо скажу вам сразу. Я до этого обещала, да, сказать три самых больших заблуждения русских женщин. И еще как бонус пойдет один такой большой недостаток. И эти заблуждения, сразу вам скажу, касаются только нас, вот, русских. Женщины из других стран, это вообще как бы никак, они с этим никак не связаны. Итак, первое большое заблуждение, девочки, внимание, что русские женщины самые красивые в мире. И я спросила, говорю, у мужа, а это разве не так? Он мне сказал, ну, ты же понимаешь, что это неправда. Более того, у него еще хватило храбрости, знаете, набрался храбрости. И он мне начал приводить примеры других каких-то стран, там, где женщины, ну, реально более красивые. Это первое большое заблуждение всех нас, девчонки, что мы самые красивые в мире. Второе большое заблуждение русских женщин в том, что, как вам сказать, она уже и есть подарок для мужчины. Любой мужчина счастлив быть с этой любой женщиной. Не, ну, понятно, она же самая красивая в мире. И поэтому женщины ведут себя, исходя из этого знания, да, что мы, ну, вот я буду говорить, мы так себя и ведем. Исходя из этого знания, что, первое, мы самые красивые. И второе, да любой мужчина должен быть уже счастлив, да, что мы у него есть. Из-за того, что мы появились в его жизни. Должен быть счастлив. Вот это наше заблуждение. И третье такое заблуждение, это то, что, вот тоже по мнению моего мужа, это не по его мнению, это из его, исходя из его опыта, что все русские женщины считают, что если мужчина живет, в Америке проживает, то он обязательно уже богат. Здесь остановлюсь чуть поподробнее, потому что мне это вообще, а с остальной, я и так знаю, да. А вот этот момент меня очень, как бы, заинтересовал. И я у него спросила, вообще, как бы, почему он так решил. И вот его объяснение. Потому что женщины начинают, как бы, что-то спрашивать о чем-то. Допустим, ой, а не мог бы ты мне там... Вот, девочки, возвращаемся к нашим цветочкам. Не мог бы ты... Или, ой, а ты не мог бы мне там сделать там что-то, подарок какой-то, а купи мне, пожалуйста, что-то. Вот так бывает. Я говорю, ну так, и что? Он мне говорит, нет, но она откуда знает? Есть у мужчин, вот он для любой женщины, он был любой мужчина. Говорит, вот я для нее любой вообще первый встречный, неизвестный человек. Откуда она знает, есть у меня деньги на это или нет? И он мне говорит, вот ты сейчас приехала сюда, ты же видишь, что не все люди живут вот прям, ну не все богатые. Он говорит, ты же видела, как бывает? Ну да, видел. Он говорит, видишь, а им почему-то, вот он в массе с теми, с кем общался, да, он сделал вывод в той массе, что им кажется, что если мужчина живет в Америке, значит ему деньги вот так он руку протягивает к небу, и к нему валятся купюры, а то и в пачках. Он говорит, поэтому, я говорю, ну ты же как бы с голоду-то тоже, да, не последний там хрен доедал. Он говорит, да не важно, она же об этом не знает, она-то видит меня там, да, один раз в скайпе там, второй раз, и все, она же обо мне ничего не знает на самом деле, мало ли там что там может быть. Так что вот так, девчонки, я рассказала вам вот про те моменты, что мужчин настораживает. Кстати, хочу вам сказать, он с этими женщинами, он делал для себя заметки, что ага, это хочет переехать, ага, это там кукушка, ага, это, но он с ними не прекращал общение, он продолжал с ними переписываться, то есть он имел фан, понимаете? Да, серьезного ничего не может получиться, он знал для себя, он решал, он делал для себя вывод, что что-то, какая-то наметка, ему это не нравилось, и он для себя просто делал вывод, что с этой женщиной серьезных отношений не получится. Но развлекаться никто не мешает. И он продолжал с ними переписываться, там, перезваниваться, что-то вот это все, чатиться, веселиться, просто развлекаться. Так что, девочки, имейте в виду, ну и естественно, вы же сделали вывод, да, почему, чем я так кардинально отличалась от всех, с кем он знакомился на сайтах знакомств, это то, что я этого не делала. Еще, кстати, еще он мне сказал, что вот это про нас, да, про нас, про русских, о том, что у нас очень, по-русски не знаю, как это правильно сказать, очень лично мы воспринимаем все с обидой, как-то на свой счет воспринимаем любое действие. Ну, для примера я вам приведу, ну вот, допустим, пообещал мне муж разбудить меня утром, к примеру. Сразу скажу, это не наш случай, как бы, но я такой пример приведу просто на себе, да, что, допустим, пообещал мне утром он разбудить меня утром, а и не разбудил, и забыл там что-то, и забыл позвонить там разбудить, да, и я ему говорю, ты специально меня не разбудил, ты просто специально хотел, ты меня не разбудил, ты не хотел, чтобы я пошла там, не знаю, на маникюр, и поэтому ты это сделал специально, вот так мы воспринимаем вещи. И я так понимаю, что он сделал такой вывод из тех историй, когда, допустим, кто-то ему написал, да, а он не ответил сразу, и вот там женщина там начинает писать, что, почему ты не отвечаешь, ты что, ты специально, ты хочешь меня обидеть, все, я тебе больше не нужна, а человек может быть просто занят, да, может просто работать, или какие-то, или уснул вечером, ну, разное бывает, да, но мы русские, мы воспринимаем это все как личную обиду, и это очень такая наша отличительная черта, такая очень неприятная, очень неприятная, и я у него тоже спросила, я говорю, а я тоже такая, он говорит, ну, у тебя немножко было, немножко ты вот как-то воспринимала в начале, в самом начале, ну, совсем немножко, а так нет, я думаю, боится, значит, уважает, ну, это про нас, и, кстати, тоже хочу сюда же добавить, чтобы там ни у кого иллюзий не возникало, да, что это частная история, а все люди разные, мой муж, это типичный, типичный, даже до скучного, представитель мужской психологии, вот не дать, не взять, и если вы смотрели предыдущие ролики, где я вам советовала, как, где я вам рассказывала, не советовала, я стараюсь советов не давать, где я рассказывала, как вести переписку, в каком ключе, как это все выстраивать, да, чтобы заинтересовать мужчину, то вы поймете, что ровно все это и заинтересовывает сомневающихся, сейчас хочу обратиться к сомневающимся, попробуйте, попробуйте вести себя иначе, но если вы ведете себя одинаково, 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 да, и результата нет, то есть вы поняли, да, вот он для себя делал, какую-то галочку ставил, что в серьезных отношениях быть не может, но развлекаться, иметь фан продолжал, понимаете, поэтому имейте это в виду, что кто-то, может быть, из ваших респондентов также себе сделал галочку, а просто развлекается, попробуйте убрать вот эти моменты основные, да, я вам перечислила, такие ключевые, из вашего общения с этими потенциальными женихами и посмотрите на результат, а результат не заставит себя долго ждать, меня же не заставил и вас не заставит, и дело не в том, что там что-то плохо, что-то хорошо, просто это психология, это работает так, нравится нам это или не нравится, но ничего тут не поделать, потом вот я там в комментариях посмотрела, сразу сюда же добавлю такой момент, там некоторые девочки вообще не поняли, в чем дело, я не знаю, решили там за меня, что, или там не знаю, что, а как не спрашивать там про его доход и где он живет, чтобы не показал, а как к нему ехать, опять, вы, наверное, не смотрели мои предыдущие видео, я знала все, другой вопрос, в какой момент это узнавать, и если мужчина реально в вас заинтересован, у него не надо будет спрашивать, он вам сам расскажет и о его доходе, и о том, где он живет, и покажет и свое жилье, и район, и город, или там, кантри, что, деревню, или где-то, где он там живет, да, неважно, видят, все, что угодно покажет и расскажет, если он в вас заинтересован, если мужчина в вас серьезно не заинтересован, то, или, может быть, он еще пока не заинтересован, то вот этими вопросами, вопросами вы можете его просто насторожить, да, а может быть, даже и отпугнуть, вот так, и тоже мне понравился такой вопрос, тоже комментарий был, как бы, а о чем вы тогда общались, а что, кроме как о деньгах, его причем деньгах, да, мужчины, о его жилье, на первых этапах вообще знакомства, вот этого онлайн-знакомства, больше не о чем разговаривать, нет, девчонки, если вам больше не о чем разговаривать, то только об этом, то тогда не надо и даже пытаться найти себе мужа иностранца, потому что это странно, значит, расширяем кругозор, расширяем кругозор и находим темы для общения, и об этом я тоже рассказывала, как найти интересную для мужчины тему, тоже где-то у меня там было видео, кто помнит, тот помнит, девочки, а может, другим подскажут, потому что я не помню всех, если честно, уже не помню, представляете, я уже прям деловая, вот такая история, а я вас всех люблю, всем желаю удачи, всем желаю счастья, я за вас жму кулачки, я знаю, что вы все молодцы, все умнички, целую всех, увидимся в следующих видео, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok